Доброе утро! Бажовский киновечер спустится на Ханты-Мансийские холмы. В студии автор и ведущий Бажовского киновечера, директор благотворительного фонда Бажов Сергей Полыганов и член Союза кинематографистов Российской Федерации, режиссер, сценарист фильма по сказам Бажова «Ящерка вернется» Андрей Ким. Доброе утро! Добро пожаловать! Что ждет югорчан в рамках Бажовского вечера? Бажовский киновечер был задуман для популяризации творческого наследия Павла Петровича Бажова. Через фильмы. Снято более 10 художественных полнометражных фильмов по сказам Бажова. Этот проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Что мы делаем? Мы в 10 крупнейших городах Уральского федерального округа, в том числе и у вас. А крупнейший город? Спасибо! Спасибо! Есть! Наконец-то! Ханты-Мансийский, Нижневартовский. Как раз показываем эпизоды из фильмов и рассказов. Вот фильмы у нас здесь на экране, вы увидите, если хотите. Да, и рассказы. И рассказывают об этом режиссеры, эксперты. Вот, например, Андрей рассказывает о своем фильме «Ящерка вернется». Как вот, собственно, почему «Ящерка вернется»? Вот вы обратили свой взор именно на этот сказ. Это не сказ, это название фильма. А все сказы Бажова – это «Малахитовая шкатулка», знаменитый. Да, мы видим даже по заглавному баннеру всех ваших встреч. «Ящерка вернется» – это «Интерес к Бажову вернется», это наше такое литературное прошлое вернется. Это какой-то проект, ну, возрождение культуры, скажем так. Фильм о возрождении культуры. Что-то свое привносили или вот прям вот по тексту, чтобы ничего не… Никаких вольностей? Вы о фильме? Да. Вольностей было полно. Вольностей было полно, потому что мы умудрились в наш фильм, он длится час-полтора часа, шесть сказов поместить Бажова. Даже больше, да, больше сказов. То есть, и поэтому у нас есть современность и бажовский мир. И ход такой, что дети в школьном драмкружке ставят Бажова и оказываются в том мире. И мы снимали одновременно вот как бы две части, два пласта, и все время они перекликались. События в современной школе поддерживались событиями в сказах и так далее. Это была интересная работа? Это была чрезвычайно интересная работа, это была очень мистическая работа, это такая вот… Проект был замечательный. Я горжусь тем, что дочь Бажова Ариадна Павловна Бажова, замечательная, уникальная женщина, ей сейчас 98 лет, она после фильма на встрече поцеловала меня и говорит, Андрюша, это лучший фильм о Бажове. У меня Оскар, мне больше ничего не нравится. Да, больше ничего не надо. Подожди, а про мистику расскажите, что за мистические были моменты? А мистические были вот такие моменты. Мы же живем, работаем на Урале, снимали на Урале. Гребер пропал. Нет, нет, гораздо все круче. На Урале снимать кино вообще нельзя. Особенно натурное кино, потому что ты планируешь солнечный день, а с утра зарядила. Ну, вы, собственно, понимаете, что это то же самое. Ничего нельзя планировать, ты танки подогнал, да, а у тебя слякоть. Да. И мы договорились с оператором, я говорю, Сережа, вот в идеале бы, конечно, если мечтать, вот должно быть не солнце, не пасмурно, а лёгкие облачка. У нас был 21 съёмочный день, каждый день на небе была одна и та же погода, лёгкие облачка. Это Павел Петрович наколдовал. Ну, это 100%, 100%. Ну, вот для обычного обывателя, вот не буду строить из себя такого сильно начитанного, по моему лицу видно, что совсем нет. Интересно. Да, да, да. Вот и всё. Вот и ответного. Больше ничего говорится. Спасибо, спасибо Бажову. Спасибо Бажову, Саня. Насколько этот мир, насколько его произведения Бажовы, они уникальны, что сейчас, вот в данный момент вы ездите по городам, вы рассказываете о его творчестве, популяризируете и так далее. То есть, насколько этот мир большой и обширен? Большой и огромный. Вот давайте задумываемся об этом. О том, что Бажову в следующем году 145 лет со дня рождения. Фактически, ещё немного, и книги его перерастут в век. А это вообще считается уже культурное наследие, то, что пережил. То есть, культурное наследие нации. Плюс второй признак, второй ответ – это сказы Бажова переведены более чем на 100 языков мира. Это не 100 стран, это значительно больше. То есть, их самостоятельно люди продолжают издавать. Ну, допустим, вот сейчас это в Китае произошло. Самостоятельно переводят и обращаются к вот-вотчеству. Вот. Поэтому, безусловно. И вот я вам показал, вот эту книжку мы сделали, репетитное издание, я вам её подарю. Это один в один, как в Советском Союзе. Вот эту книжку мне читала мама. Вот с этого у меня началось, так сказать, любовь к творчеству Бажова с детства. И дальше она продолжается, уже я читаю своим детям. И вот мы переиздали полностью всё издание. А вот эта книга, которая забыта, это Ермакова «Лебеди», это Ермаке, который открыл Сибирь. Да, непосредственно. И он через сказ, ведь об этом мы не знаем, рассказывает о становлении мальчика до мужчины. И о Ермаке рассказ. Поэтому вот задумайтесь. И сказы отличаются от сказок тем, что они реальные истории. Он берёт за историю реальную, допустим, живинка в деле. Он всегда говорил, найдите свою живинку в деле, вот вы нашли, вы счастливые. А давайте своим детям и нашим молодёжи скажем, а найдите свою живинку в деле. И здесь он рассказывает о мастерах, которые нашли свою живинку в деле. Стали делать замечательное оружие. Стали делать изделия из чугуна, это чугунная бабушка. Стали расписывать красиво под носы, это хрустальный лак. И вот он через сказочные такие дела рассказывает реальные истории наших с вами бабушек и дедушек, которые в принципе были героями своего времени. Они создали нашу страну, поэтому мы об этом и говорим. Итак, подытоживая. Когда в Ханты-Мансийске непосредственно можно прикоснуться, погрузиться в киновече? Сегодня, в 10 утра, сразу после эфира мы приезжаем в музей. Югорский кинопрокат нас поддерживает здесь. Мы приезжаем в музей нефти и газа. Там лучший кинозал, нам сказали, современная аппаратура. И там будут приглашены гости, они собираются уже сейчас. Мы посмотрим. Завтра в Нижневартовске тоже в 10 утра. То есть все в 10 утра. Итак, Ханты-Мансийск, Нижневартовск в 10 утра. Прикоснемся к прекрасным произведениям Бажова. Вам спасибо огромное. Спасибо вам большое. Полнотворная работа здесь, на Югорской земле. Это нам, да? Конечно. Ну что ж, все за кадром. В гостях прощаемся с вами в 22-25 минуты. Дождитесь, друзья.